всем привет сегодня 20 февраля в московской области начинаю посев лука эксибишина это трепчатый лук можно вырастить всем привет сегодня 20 февраля московской области начинаю посев лука эксибишина это трепчатый лук можно вырастить только через рассаду обычная высевать я начинаю с 20 числа февраля до 10 марта можно посеять и попозже но тогда есть знаете большая вероятность что сама луковица будет мелкой и не вызреет вообще считается что лук эксибишин он не для длительного хранения это так но прекрасно можно сохранить до следующего посева семян на рассаду у меня есть такое видео я показывала здесь самое главное соблюдать правила хранения таких луков лук эксибишины я выращиваю каждый год мне он очень нравится он крупный он сочный он полуострый замечательно идет для заготовок на зиму для просто приготовления в течение всего сезона замечательный лук и я также высеваю и луки для длительного хранения разных сортов но в этом году я только буду выращивать эксибишин луки остальные буду покупать и выращивать севком так как в этом году у меня очень мало свободного времени лук очень требует много заботы значит каждый год я высеваю по одной и той же схеме берем беру плошку обязательно должна быть высокой ну минимум 10 сантиметров объем разные в этом году у меня будет вот такие три плошки землю конечно же готовлю заранее для всей рассады пролила раствором аллерина это биофинг фунгуцид здесь значит почва смесь здесь моя земля приготовленная с осени я добавила сюда чуть-чуть торфа для рыхлости потому что моя земля тяжеловата все-таки для посева семян и добавила еще диатомит все нарезала вот такие бороздочки я люблю лук высевать именно в эти борозды потому что очень ухаживать потом легко за ним лук нужно периодически рыхлить сюда же идет и подкормка в междуряде в общем и потом уже высаживать тоже очень легко когда он именно редками они просто пассивом все теперь что я дальше сделала семена я замочила 18 числа то есть два дня назад здесь просто вода у меня два лука это проф семена обработанные это такие зеленые на ватном диске в теплом месте они стояли два дня и обычная чернушка это у меня лук оксибиш вот от аэлиты вот такой я посмотрела здесь даже некоторые семена у меня уже проклюнулись белые такие хвостики но здесь совсем немножко все теперь я беру лучше это делать пинцетом земля влажная и каждое семя я раскладываю на расстояние примерно в один сантиметр лучше сделать так во первых это очень удобно и ухаживать за ним и растет он аккуратно в рядках вот на расстоянии в один сантиметр этого будет достаточно как видите почва смесь в плошке я не засыпаю по самые края я это делаю для того чтобы было удобно ухаживать во первых поливать а во вторых я лук подкармливаю домашним биогумусом и чтобы он не пересыпался через края я оставляю немного свободного места насколько хорошо взойдут семена это все зависит от свежести семян потому что чернушка быстро теряет свою всхожесть и будем надеяться на производителя что он нам в пакетике закладывать семена свежие прошлом году у меня оксибиш он был чуть помельче чем обычно луковица я думаю что это из-за жары аномальной которая была в московской области он требовал большего ухода но я человек работающий поэтому все по возможности было но урожай был хороший я прошлом году всего лишь высевала 50 семян ну чуть больше в общей сложности я 50 штук высадила 50 собрала луковиц и он у меня конечно уже к этому времени закончился сейчас вот таким образом я разложила обработанные семена конечно хорошо видно и сейчас я с боков просто присыпаю лук я сильно его не засыпаю ну на сантиметр может быть это максимум этого достаточно даже если лук взойдет вместе с шапочкой здесь ничего страшного это для лука нормально в отличие допустим того же перца или томатов вот таким образом я присыпала лук поливать я сверху ничем не буду так как земля у меня влажная семена замочены были на два дня влаги здесь достаточно будет теперь я беру пакетик закрываю и выставляю в теплое место как только начнут появляться петельки я эти плошки буду выставлять под лампы а у меня для посева еще две плошки семена уже не обработаны эти они от фирмы аэлита посмотрим на схожесть конечно и таким же образом я раскладываю я семена не считаю сколько штук я высеваю так примерно вот в ложку у меня в такую помещается около 50 семян в этом году побольше высевать буду потому что ну 50 луковиц нам не хватило грубо говоря потому что и себе хочется и угостить хочется поэтому побольше на этот год при посеве лука чернушки нужно понимать что в очень редких случаях сходит сто процентов поэтому нужно обязательно высевать запасом я например при еще высадки уже рассады в открытый грунт тоже делаю выбраковку совсем такие хиленькие сеянцы ну рассаду я не высаживаю выбираю самую красивую поэтому обязательно высевать из с приличным запасом и в этом году побольше решила посеять чтобы было с чего выбрать я сейчас слегка прижму почву чтобы семена лука соприкоснулись землей вот собственно говоря и весь пассив лука к себе шина на рассаду теплое место когда начинают сходить я ставлю сразу под лампу слежу за влажностью когда будет уже массовые всходы лук хорошо у меня взойдет я подкормлю его конечно домашним биогумусом у меня на сегодня все я вам желаю всего самого хорошего отличных вам всходов подписывайтесь на канал и всем пока